В этом времени у нас будет две схемы, по которым мы будем действовать. Какую схему выбирать будет зависеть от того, есть ли в русском предложении глагол или нет. Начнём с рассмотрения случаев, когда в русском предложении глагола нет. Например, мы говорим «я Оля», «я учитель», «я из России», «я русская» и так далее. Во всех этих предложениях нет глагола. В английском языке в предложении не может быть такого, чтобы не было глагола. Поэтому в таких случаях в английском предложении мы будем использовать глагол «to be», который будет переводиться как «быть», «являться», «находиться». То есть «я дома», «я нахожусь дома» подразумевается. Или «я Оля», «я являюсь Олей». Давайте посмотрим, как мы будем им пользоваться.